всем здравствуйте здравствуйте а кого мы сегодня еще позовем в эфир я хочу помочь одну очень интересную личность для меня она крайне интересно крайне необычно это татьяна светлова которую я обожаю которые знаете как говорится если и мы к ней не ходим она с нами сейчас будет в эфир здравствуйте мы поспрашиваем у нее о некоторых интересных вещах о перспективах о том психологии ну и конечно об ужасном но таком горячо любимом проекте всем здравствуйте здравствуйте давай сейчас мы помашем мы находимся как вы знаете на моей чудесной работе время у нас пол немножко 12 ничего страшного самое главное я еще как видите не родила самочувствие прекрасно животик немножечко болел ничего страшного давайте кому танюшку нашу присоединим да так где она у нас о как вы думаете за счет ебара боже мой боже мой как настроить так очень много у нас вопросов да я буду в роддоме на гв это все чудесно давайте где наша совсем-всем-всем помашем я хочу пообщаться все мани первый вопрос много-много спрашивали про я не могу не уточнить а ждали татьяна светлова не могу ну скажите нам честно скажите нам честно как вы относитесь к ебару ой а как отношусь если честно никак не не отношусь потому что потому что как бы последнее время он меня разочаровывает поэтому не отношусь никак слушаю я в процессе процедуры поэтому извините меня алья ебар разочаровывает последние 200 лет и я считаю вообще непонятно как какая девушка хочет вообще с ним быть ну какая девушка хочет с ним быть с ним на самом деле хочет быть марго единственное что у них постоянно какие-то перипетии постоянные разногласия еще что-то но мне кажется что вот сейчас их что-то объединяет может быть объединяет их ну там какие как общий проект вот ну а также конечно объединяет их то что знаете как в детстве есть против кого дружить вот они дружат с ней против всех против всех кого нравится ну против всех против тех кто с кем они с кем они чем-то чем они чем-то недовольны и так далее пока у них сейчас хорошее отношение со всеми но я думаю что в ближайшее время начнется у них как вы сами понимаете различные перипетии начнутся соленые но это логично да такой вопрос еще тоже от публики да я знаю что многие спрашивают почему лично вы думаете действительно ли беременность и возможность родить ребенка на проекте это единственный шанс некоторых личностей удержаться как вы как человек публично относитесь к тому что многие женщины используют возможность родить ребенка чтобы остаться у вас вот личное мнение но а кто вы имеете ввиду сейчас рапунцель и алена что ли вот это в этом смысле я имею ввиду саша черно которая наивно полагает что она через три месяца родит и потом она останется у вас вообще как явление что помощь ребенка удержать мужа при помощи ребенка сделать так чтобы в нужном месте не мне кажется что это вообще патовая ситуация когда женщина думает о том что забеременев и ну словно говоря если она забеременеет родит у нее будет ребенок каким то образом она вообще сможет удержать кого-то а вопрос в том что женщина таким образом самое главное счастье что у женщины появляется ребенок потому что это очень важно а все остальное это абсолютный провал ребенок для ребенка тоже это проблема потому что ребенку нужен отец он должен быть социально адаптирован а и ради того чтобы остаться на проекте или что-то там поиметь какие-то блага но не знаю вот именно мое мнение такое мое мнение такое а как вы считаете вот ваше личное мнение должна ли женщина быть предприятия или надо ли ей прямо обязательно выходить замуж чтобы ребенка этого родить ну мое мнение такое что да я вообще считаю что женщина должна быть замужем у нее должен быть муж потому что ребенок должен расти в полноценной семье объясню почему потому что социальная адаптированность она как бы должна быть у ребенка однозначно потому что когда ребенок придет в школу его спросят а кто твой папа а кто твоя мама и ребенку будет тяжеловато если например у него будет отсутствовать отец понятно что впоследствии может по разному жизнь сложиться но лично мое мнение если вы спрашиваете меня то я считаю что да обязательно отец должен быть очень много вопросов про Яну и про эту Юлию Началову которая взяла немножко умерла немножко вот такое ну тут я не хочу выступать в качестве давайте для меня лично как же для беременной я не хочу на эту тему расстраиваться вот несколько несколько слов ну я расстроилась на самом деле очень потому что не знаю вообще какой то такой момент когда ты понимаешь что ты молод да но несмотря на это начинают уходить твои ровесники вот это вот такой момент который меня как-то немножко подвыбилось колеи между прочим еще вчера потому что я увидела услышала меня это очень расстроило потом начинаешь как любой человек ну воспоминания тебя как бы очень сильно тревожат ты начинаешь вспоминать как дружили как общались как познакомились и прочее естественно немножко ну как не то что немножко а тяжеловато внутри становится все это как-то вспоминать и думаешь почему ты начинаешь задумываться о несправедливости может где-то и неправильно кстати но вот такие мысли посещают она была классная девчонка реально а лично у меня плохих впечатлений нет мы всегда общались дружили такие самые яркие студенческие годы мы проходили вместе с ней и вся наша команда и коллектив мы дружили все у меня такое лицо татьяна после ваших процедур что просто ужас я реально но зато потом буду очень красивая правильно это именно не явление слушай Танюшина правда что не знаю суррогатная тайка рапуцеля в эту жизнь я не поверю что рапа родила а рапе родила суррогатная мама нет я еще не знаю нет нет ребят нет вы что она сама родила она конечно она сама родила сама рожала это совершенно точно могу сказать вам сто процентов даже можете в этом не сомневаться да конечно все мы видели ее живот такой же давайте я тоже я тоже свою покажу где он там у меня вот так и вот так видится накладной все как положено вот здесь пристегивается вот так соленый помидор кто-то ест спасибо большое как хорошо я еще не родила может быть рожу как говорится ну не знаю когда как получится да не надо загадывать да как получится это сам ребенок выбирает когда ему появляться на свет совершенно точно совершенно точно рапунцель снимала в административном корпусе ну короче я я живот ее трогала а Таня живот ее тоже трогала я знаю что там он шевелился и все мы это видели но никакая срока почему тайка если тайка не 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 вы чего это очень это дорого чтобы какие-то непонятные тайки рожали не 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 я в это не верю вы все видели этот административный корпус ну где снимать в родблоке не разрешают чтобы вы понимали это должно быть прямо не знаю какое там вот такое разрешение да Татьяна вы же как с телеканала смотри пишет рапунцель роды снимали в административном корпусе это бред это бред это не так ребят нет нет это не так нет ничего не снимали ни в каком административном корпусе все снимали в роддоме у них конечно за счет проекта очень хорошее условие как бы все бесплатно наблюдение врач все дела никакого административного корпуса и быть не может в нашем административном корпусе там большие длинные коридоры и маленький кабинет там даже съемку осуществить невозможно так и точно кого больше хотят рыбку или овну я хочу наверное овну ну как получится там у нас будет эфир с нумерологом она мне пообещала сделать расклад на какой вариант лучше а мы кстати с Татьяной близнецы а вы кто по гороскопу напишите нам и как это на вас влияет кстати такой смешной вопрос попало что черновы не маточные о боже вот это то делаю вам вопрос нет какого у нас даже дяди Коли все дело в том что нет но это ладно а беременность во первых у нее нет никакой нематочной беременности это все фейк это фейк который разносится по интернету по социальным сетям слушаю для начала какая беременность была бы хотя бы какая не будь чтобы читать да потому что она каждый раз говорит как я хочу ребенка как я хочу ребенка пожалуйста как говорится дело за вами дорогие мои скажем Татьяна а вот в преддверии в преддверии вот то что я рожу скажите а как ты считаешь как влияет вообще на женский мозг наличие вот этих вот постоянных видеокамер становятся ли ваши женщины более такими знаешь сбалнушенными сумасшедшими помогает ли это раскрыться их женскому существу ты имеешь в виду наличие камер на проекте да 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 помогает ли женщинам раскрыться как вот ты кому-то рекомендуешь туда пойти ты станешь более открытой например если бы у тебя была племянница дочь ты сказала бы давай иди это будет круто ты раскроешься нет мне бы не хотелось чтобы мои дети там или родственники попали или шли на дом 2 объясню почему потому что я все таки считаю что проект это дает очень много возможностей но также забирает очень много ну нужно быть достаточно сильным человеком чтобы этот проект суметь тоже пройти что имеется в виду когда ты находишься долго на проекте у тебя как вот у как у существа определенного знаешь отпадают какие-то рецепты знаешь когда у нас вкусовые рецепты нарушенными перестаем ощущать запах еды то есть у людей как бы да нарушается система вообще социальной адаптации они немножко расслабляются они не знают как им зарабатывать деньги как себя применить и только единицы находят себя поэтому я считаю что если ты пришел на проект если ты реально хочешь построить свою карьеру на проекте дальше нужно идти и строить карьеру в творчестве вот тогда у тебя есть реальные шансы я имею в виду быть актером певцом артистом там еще фотографом что нибудь да связано с творчеством и века истерии нужно себя раскрыть а вот так если ты хочешь просто знаешь попробовать свои силы а потом выйти замуж за миллионер что как это ходят хотя бы некоторые мужчины красавцы у вас там то это конечно такая очень сомнительная ну вот так ну в любом случае банкиром стать сложно будет после проекта честно скажу и финансистом и банкиром так 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 ох так вам Татя написала вопрос про какой-то там на свайле да нет это глупость и все значит у Ромы был пакетик с семечками очищенными он их взял закинул и начал сжевать и все почему-то думали что он там что-то употребляет и прочее конечно я буду отрицать это бред ребят я знаю Рома очень хорошо хорошо с ним общаюсь но это как бы просто неправда поэтому отрицать не отрицать я не буду я просто вам говорю факты голые факты все я понимаю все равно передача такая когда вы не можете такие вещи никогда признать никто бы не признал понимаешь как американская политика неважно как это уже что было главное это грамотно преподносить в том числе ну Рома крутой что говорить по крайней мере он хотя бы не врет и он хотя бы себя красиво ведет по отношению к Марине с этими квартирами по крайней мере он выиграл человек года да а мне вообще когда писали про эту историю с Ромой в этом прямом эфире я обалдела я думаю что там происходит потом я увидела этот эфир думаю блин ну люди нашли к чему прицепиться это ну знакомые вещи узнали думают грызет хорошо я не знаю что это такое с чего они это взяли я просто с Ромой даже говорила что там за семечки у тебя он говорит я даже не хочу это обсуждать люди злые скажи Татьяна а вы часто пишут в директ сейчас зададим вопрос часто пишут в директ что дают советы как кого выкинуть как кого как бы сказать как надо вести передачу как креативному продюсеру креативить скажите пожалуйста часто вам директ рекомендации нет нет мне вот по поводу креатива не пишут такого ничего мне знаете что пишут мне пишут спрашивают частенько как все там что у участников происходит очень часто мне спрашивают заранее да заранее и очень и меня и меня прям добивают реально но потом мне пишут что спасибо что отвечаете и не бросаете нас а и не и не блокируете но вот если честно я вот человек который мне это написал спасибо что вы нас не бросаете я уже реально его хотела заблокировать потому что ну когда тебе приходит 200 смс в день по этому поводу я уже пишу все будет хорошо у Сэма с его девушкой успокойтесь это добивает реально ну господи как можно прогнозировать человеческие отношения Милена правда такая глупая слушай Милена малолетняя у нас ну как есть как есть Милене 20 лет и она как бы ну где-то да где-то глуповато где-то конечно там что-то помню тебя в 20 лет не знали того что были ходящие энциклопедии не знали как поступать по каждому поводу что ли совершали ошибок но Милена не такая глупенькая как вам всем кажется Милена свое дело туго знает смотрите эфир во вторник и все услышите а она к этому времени закончила гарвард нет она вы она выступит там против одной пары очень такой достаточно долгой на проекте и выскажет им свои требования что она например считает что у них все как-то очень нечестно по отношению к другим участникам вот а вот какая это будет пара узнаете уже из эфира но я кстати в этом случае не за Милену а вот так вот глупая в свою пользу золотые слова голые фото Ефременко слушайте из интернета все удалить невозможно кто-то уже заскринил сохранил это все нереально вы че это же интернет Татьяна касаемо вашей профессии скажите а легко работать на телевидении нет работать на телевидении тяжело нужно иметь очень твердый характер и стрессоустойчивость у меня тоже не всегда получается то есть я реально держусь 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 вроде все хорошо но вот как Татьяна вы говорите нужно пить железо нужно пить витамины а телевизионщики все это не пьют они пьют кофе курят и все время нервничают и вот я благодаря вашим советам реально сейчас все это закуплю и буду пить потому что действительно работа на телевидении стресса очень напряженная работа и постоянно ты находишься в таком колесе я бы назвала колесо стрессов и если ты например не можешь с этим справляться то потом у тебя могут возникнуть нервные срывы чтобы не было вот я поэтому ваши рекомендации всегда очень четко смотрю в ваших аккаунтах кстати а вот ваши ребята почему та же самая купины майя милена всякие там таварчи почему никакие витамины не пьют как они себя поддержат почему мы видим очень много истерик как вы считаете почему смотришь и все вот так вот все вьются я считаю что это из-за elen этого пространство потому что если в обычной жизни мы можем делать все что мы хотим куда хотели туда и пошли то здесь как бы закрытое пространство ты 24 часа в сутки находишься с одними и теми же людьми плюс, плюс ко всему. Даже, например, если ты поругался со своей второй половиной, ты можешь пойти и расслабиться. А ты не можешь. Ты все время находишься с ней. И тебе даже выхода этих негативных эмоций нет. Они пьют, на самом деле, витамины, но, может быть, не такие, как вы советуете, но пьют. Но я думаю, что это все только из-за замкнутого пространства. Очень даже может быть. Если было бы в чистом поле и с возможностью устроить Вавилон, было бы по-другому. Так, свадебный миллион, правда, много. Только Личернос, как там его зовут. Я на новеньких учебников ставлю. Думаешь, Безус? Кстати, проверьте Безуса про его мнение. Многие, что он... Господи, да не наркоман он. А вы про кого, Тань, думаете, свадьбу на миллион? Про кого? Ну, я думаю, что, наверное, выиграют эти новенькие ребята, которые там у нас... Курс. Ты у него со мной Таня Строкова? Да. Они классные. Ну, они хотя бы... Они хотя бы такие с приятностью собираются жениться. Но я бы не хотела, чтобы Черно с Аганесяном выиграли. Как вы Черного Аганесяна выиграли? Потому что я считаю, что немножко морально. Марина и Капа. Блин, опять Марина и Капа? У них уже все было. У них уже все хорошо. Ну, очень многие сейчас пишут про то, что Леша с Майей тоже достойны выигрыша. Очень многие это пишут. Так, мы с тобой должны парень заключить. Называется, сделайте ваши ставки, господа. Да, но я по психологическим портретам, конечно, мне кажется, более-менее самая устойчивая пара это Безус и Милена. Однозначно. Такая мощная сцепка этих всех этих десяток оттенков серого, что просто удивляешься. То есть ты считаешь, что Милена Безус? Да. Да? Ты считаешь, Милена Безус выиграет? Ну, они не выиграют, но они... Нет, они не выиграют, но они, по крайней мере, яркая, жесткая сцепленная пара. Связка очень серьезная, там у них ничего не поделаешь. Одна любит страдать, другая любит все отчебучивость, поэтому почему бы нет? А мне кажется, что зритель встанет на сторону сильной пары, которая уже давно на проекте. Это два варианта. Это Рома, Марина, Леша и Майя. А, вот уже начали писать, что Рома и Марина самые достойные, самые достойные. Давайте уже все им отдадим, пускай они и квартиру получают, и еще и свадьбы до миллиона не выигрывают. Вот все для эфиров. Согласна, в квартиру по ним могут не войти, но наблюдать за ними интересно. И самое главное, смотреть, как не должно быть на самом деле. Скажите, Татьяна, а если кто-нибудь из них возьмет и забеременеет, у них шансы увеличиться на свадьбу на миллион? Да. Ну, конечно. За 3 миллиона? Слушай, кто? Танечка, кто заплатил 3 миллиона, чтобы расстаться с этим чучелом? Слушай. Ваши секретики уже знают многие. Алена рассталась за 3 миллиона. Это с чего вы взяли? За какие 3 миллиона? Да это Ебаров со зла орал в эфире, что она там чего-то за какие-то деньги, что-то там с ним, там что-то прекратила общаться. Это все были истерики Ильи, ребят. Не надо верить всему, что, как бы, условно говоря, что-то кричит Илья на эмоциях. Он очень много что на эмоциях кричит. Это были реальные эмоции. Какие 3 миллиона? Где их он взял? Или кто кому дал 3 миллиона? Может, вы заплатили? Может, мы? Может, мы? Вот, правда, у меня тоже такой вопрос. Только кто, интересно? Я не знаю, кто эти люди? Кто эти люди? кто эти люди? О, давайте уж про работу админов расскажем. Тяжело ли быть, советуете ли вы кому-то из своих? Вот знаете, тоже мне пишут. Я хочу прийти в работу на проект, очень крутой телеканал админов, работа админов. Как вы считаете, Татьяна, это интересно? Стоит ли туда идти? Я считаю, что работа администраторов на телепроекте очень сложная. На самом деле, кажется, что все тяжело. Вот все, что вы видите в плане, сейчас скажу, в плане того, что вот конкурсы, не конкурсы, обстановка, какие-то прочие моменты, вот даже элементарно что-то принести, унести, это все делают администраторы. У них огромный фронт работы, у них ночные смены, поэтому я как бы даже некоторым людям не советую. Это не так далеко, как вам кажется. А вот здесь вопрос смешной. Что вы скажете, Катя, 3271, Ябаров будет вместе с Аленой? Я вам так скажу, что я бы хотела, чтобы Ябаров был вместе с Аленой, потому что я за то, чтобы ребенок рос в полноценной семье только при наличии, если есть любовь, но если у них нет между ними любви и они друг друга напрягают, тогда, безусловно, вместе им быть не нужно. Но я думала, что Алена больше подходит Илье, нежели чем Марго. Это мое мнение. Так Ябаров вообще не люблю. Я считаю, что лучше найти Алену кого-нибудь другого, поприличнее мужчину. Ну, может быть, конечно, Алена и найдет себе другого, просто если говорить о Маргарите и об Илье, они из разных песочниц совершенно. не борщовка, как Илья говорит. Давайте мы что-нибудь и братья слухи, тем более ваши спонсоры Газпром. Хорошо бы, как говорится, Газпром был у каждого из нас спонсором и так вот три миллиона, чтобы не общаться с кем-то, вот так вот раздарил. Но нет. Тань, кто такая Ника Афра? Как ты думаешь, это все-таки мама Марины? Я про кошку знаю, а вот Ника Афра нет. Это не мама Марины, это некая женщина, которая дружила с мамой Марины, которая была ее подписчицей. Мама Марины, смотрите, какой у нее тут есть. Мама Марины, значит, помогала ей в раскрутке, ну, себя, да, скажем так. Вот. А потом она начала сливать всю информацию, которая была у мамы Марины в соцсети и тем самым разругалась очень сильно с Татьяной Владимировной. Вот. И они просто, что называть, побили все горшки. И она ее преследовала еще там, постила все какие-то ее прямые эфиры дурацкие. А теперь она выдает, да, а теперь она выдает себя за нее. И таким образом ей гадит. А, оригинально, оригинально. В Семьерной Африке нормально не найдешь. Ну, нормально точно не найдешь. А кто хочет нормально? Вы знаете, это понятие нормальности, оно очень сильно растяжимое. Кто из нас сто процентов нормальный? Я не знаю. Да найдут все, понимаете? И на Шурыгину нашелся жених, на каждую девушку. Если она захочет, найдется у мужчины всегда. Поверьте мне, если женщина поставила задачу найти отношения, нормальные, ненормальные, это уже, как говорится, дело 10-ое. Самое главное, она не будет озено-кой. Администраторы говорят, кого ударит, кого пусканты. Дорогие мои, ну что? Нет, конечно, нет, конечно, администраторы, как бы, а теперь ты ударь этого, да, говорят они, нет. Можно привести лошадь к водопою, но заставить ее пить эту лошадь невозможно. Можно человеку порекомендовать, но сделать, сказать, что? А теперь ты показываешь чувства. Конечно. Это нереально. Это нереально. А теперь ты чувствуешь любовь, да, где любовь, где любовь. Кого-нибудь из вас, дорогие мужчины и наши чудесные девушки, можно так заставить, пусть даже за 3 миллиона, изображая любовь 24-7. Кто из вас сможет? Я просто посмотрю. Даже актер не сможет хорошего уровня 24-7 любовь эту изображать. Рано или поздно проколется и будет прям видно-видно всем. Нет, но я совершенно точно могу сказать, что никто ничего не изображает. Изображать это просто невозможно. И больше скажу, если кто-то что-то начинает изображать, сразу он это вскрывает. В общем, это очень быстро вскрывается, это очень быстро вылезает на поверхность, все сразу становится явным. И у нас даже существует среда для этого, где мы номинируем на уход фиктивные пары и фиктивных одиночек. Потому что за этим очень четко следит проект и установка, между прочим, от телеканала ТНТ, что все должно быть настоящим. хочется жизни в кадре, жизни не хватает людям. Сейчас очень хочется искренних, позитивных эмоций. Ну там вот Рустам и Солнце, вот это были кадры. Ну, даже, Татьяна, ну, знаете, как в Фрэнка Сенатор была песня «У нас было лучше всех». А те, кто смотрели чуть другие периоды, тоже могут сказать, что вы тоже были тоже хорошие герои. А лет через пять скажут, а вот раньше были Марина с Капой, они тоже замечательные. Во все времена мы хвалим только то, что нам очень сильно нравилось. Возможно, вот вам и Алена вам нравится, и Рустам Солнцев. Кстати, Рустаму бывают интересные, смотрим на эфиры. Он режет правду матку, пусть как бы, видела Татьяна, или вы, бывает. Да, мы же с ним дружим. Да. Да, да. С вами высказывает, ну, что могу сказать, человек нашел свое амплуа, вот шоу-биз, в этой отрасли он двигается. Татьяна, скажите, а кому вы посоветуете все-таки, вот такими качествами должен обладать человек, чтобы закрепиться, закрепиться против вас? И меня точно возьмут, и меня узнает родной Саранск, Мурманск, я не знаю, там, Вологда, и я в своем городе буду звездой. Качество, красота. Да, все меня спрашивают по поводу этой, даже мне в Директ пишут люди, что мы должны сделать, чтобы она взяли на дом. Она тоже, понимаете, растяжимая, то есть вы можете быть не таких стандартов красоты, как принято, вы можете быть своеобразной, необычной, стильной, оригинальной, может быть, какой-то, даже где-то, приковатой, приковатой, да, обязательно, если вдруг у вас-то есть, это наоборот интересно, но самое главное, это, как говорит Юлия Ефременкова, проект разговорного жанра, это первое. Второе, нужно что-то иметь за плечами, какую-то историю, какой-то бэкграунд, вы должны быть чем-то интересным, вы должны понимать, чего вы хотите в жизни, то есть если вы думаете, что на проект просто попасть абсолютно обычному человеку, который придет и говорит, ну я не знаю, чего я хочу, вы мне подскажите, а я сделаю, да невозможно попасть сейчас на проект, там можно. Ну, так и в жизни тоже, если кораблю, который не знает, куда плыть, любой ветер не будет попутным, то есть какая-то должна быть, какая-то цель должна быть, да, ради чего все это ты делаешь, ради чего стараешься, никто свою голову тебе не поставит, скажет, о, дорогой, нет, я таким людям советую, когда вы не знаете, что делать, надо ехать в Корею, там есть эти айдолы, такая, знаешь, тематика есть, тебя берут, твою внешность и забирают, либо ты будешь куколкой, либо ты будешь в леди-бам, либо ты будешь очаровашкой-милашкой, либо там будешь, знаешь, шприковатая девочка, и тебя тупо в течение 3-5 лет растят, начиная с 12 лет, тебя просто учат петь, танцевать, ты живешь так, как в казарме, а когда уже готовый образ отправляют либо в Японию, либо в Китай, сразу в группу, девочкину или мальчикину, и ты там уже в этом образе, помните, как эти были перчинки, там была эта шикарная, потом эта веселая, Джерри Холи Ух, Холи Дэй, и тогда уже, ты уже в готовом ампула, в готовом образе. Как вы думаете, Стасьяна, я считаю, что такая же тактика выращивания таких вот айдолов, да, она будет скоро и в России. Как вы думаете, для молодежи это хорошо или плохо, когда тебя берут как сырой материал, из тебя растят образ личности? Ну, если это говорить в целом, о, вообще в целом молодежи, не просто об отдельности. У телевидения, у телевидения и молодежи, когда ты, бывает, что человек не хочет, не знает, куда ему пойти, но ему нужно взять некоторый волшебный пинок и некоторый вот такой человек, как вы, который скажет, смотри, дорогая, у тебя красивые глазки, ты хорошего роста, то есть ты уже классическая девочка, ты уже будешь милашкой, и мы из тебя сделаем, допустим, сексуальную штучку типа Бейонсе. Как вы считаете, как креативный продюсер за такой проект было бы вас требовать на нашем телевидении? Я считаю, что это вообще очень круто, что берутся люди, да, и грамотные продюсеры направляют их и делают из них звезд, либо медийных личностей, либо дают им направление какое-то, да, это как продюсерская школа, только если, вы знаете, профессия продюсера, она чем сложна? Вот я буквально разговаривала с одним из участников нашего телепроекта, и он очень хочет, чтобы я его продюсировала, пока не буду говорить, кто это, это будет секрет, потом будем раскрывать его. Но при этом он меня, вот сейчас просто скажу чуть-чуть порядку, он меня не слушает, понимаете? Вот. Я очень жестко в этом вопросе говорю, не слушаешь, продюсировать не буду, выбирай, все. Я считаю, что для многих девушек, для молодежи, это очень круто, когда с тебя берутся, и с тебя делают артиста, тебе говорят, что будет гораздо более выгоднее для тебя, дают тебе советы, направляют, и потом ты уже в готовом образе приезжаешь. Представляете, сколько людей мечтают вообще об этом? Это же реально офигенно, на это нужны финансы, силы, профессионалы, ресурсы, это не просто так. То есть ты должна еще понимать, что, допустим, что нравится публике, возьмем ту же самую монеточку, да? Она же зашла, вот такая аутентичная, такая миленькая, как будто мы ее все знаем, но таких единицы, таких единиц, ну, прямо сама аутентичная, индивидуальность, и то ее добивают с лист, что она лохматая, некрасивая, страшная, одевается как бомж, даже Земфира ее ее гнобила, говорит, ну, господи, какая страшная женщина. Хотя сама Земфира далеко не красотка, обратите внимание. Но она страшная, лохматая, аутентичная, это факт. Просто у нее очень прикольная музыка, и талант никто не отменял. Талант никто не отменял, но если, скажи, допустим, как продюсер, который давно работал на телевидении, если мы возьмем вот так на чашу весов, просто талант из какого-нибудь нашего, из наших чебоксар, который будет хорошо петь, сам придумывать песни, но при этом не будет знать, как ему преподнести себя публике, и возьмем, например, я не говорю Ольгу Бузову, сейчас у кого там у нас из таких крутых есть вариантиков, допустим, Полина Гагарина, я считаю, что над ней очень круто поработали, сделали абсолютный образ рафинированной девицы. Так начиная от внешности, начиная от внешности, заканчивая стилистикой, образами, и даже манерой и даже направлением в музыке, если вы помните, когда она пела свои колыбельные, она была на них никому не нужна. Она прошла на боков, да? Да, как только она запела песни крутого композитора Меладзе, у которого классная мелодия, который реально мелодист от Бога, и потом это все начало добавляться классными стильными аранжировками и саунд-продюсерами, которые с мозгами, как у Оли Бузовой, умно работают над артистом. Все поперло. Он пробовал. Потому что работала команда грамотная, как в Америке, как за границей. Да, да, и мы к этому все равно придем, мы к этому придем, потому что, допустим, почему многие не могут найти себя, потому что место надо свое найти и грамотно в эту сторону идти, да? Без Бузовой что-нибудь изменится на Доме-2. Ты думаешь, без Бузовой что-нибудь изменится на Доме-2? Без Бузовой... Вообще, я вам так скажу, что Оля, это, конечно, феномен, но будут идти годы, будут меняться люди, а Дом-2 будет вечным. Это я вам точно говорю. Это точно. Как говорится, все умрут, а Газпром Гриппфрут будет вечным. Откуда берут певицы на ТНТ Мьюзик? Хороший вопрос. Я тоже каждый раз удивляюсь. А кто все эти чудесные девочки, которые поют в самом начале? Некоторые очень интересные, а некоторые как бы спокойно интересные. Катасья, где вы их берете, откуда они... Кто их продюсирует? Их продюсирует телеканал ТНТ Мьюзик. Это отдельный канал от ТНТ, который, знаете, как такая интеграция в каналы. Там есть определенное руководство, которое этих артистов к нам направляет, потому что у них есть общие договоренности с каналом. Вот. А вообще, это новые тенденции молодежной музыки, которые очень востребованы среди детей, подростков. Угу, угу. Так, подзависло у нас немножечко, да? Угу. Сейчас оживет, оживет. Оживет. Давай, оживайся, дорогой. Ай-вай-вай-вай-вай-вай. Угу. Семки. А? Так, друзья мои, ничего страшного. Татьяночка у нас сел в телефоне, эфир обязательно сохраню. Грандиозный ответ. Мы затронули очень щепетильную совершенно тему. Да, Юля начала уже сфортирование и творческих интересных вещей. Мы еще как-нибудь помучаем, да? Потому что много ведущих на Дом 2, кто лучше для вас. Для меня обе крутые, обе невероятные. На других каналах нет. Ну а что? Дело выгодное, знаете, давайте вот что с вами сделаем. Я поняла, что вам очень нравится эфир с Татьяной, она потому что гениальна в этом плане и знает огромное количество тонкостей. Я бы хотела, чтобы вы не только про Дом 2 спрашивали, а именно про такие тайные вещи на телевизоре, о перспективах для молодежи, куда пойти потом. Допустим, если ты поешь, на что обратить внимание. Как продюсер, она знает очень-очень много. И знакомый, я вас уверяю, с огромным количеством селебрити. Даже с Юлией Началовой с Земля и Пупом она вместе училась и все это знает. Вот путь, как что. Так что, друзья мои, я обязательно ее еще раз приглашу. Вопрос мне задавается также в личные сообщения. Сейчас давайте мы меня отпустим, время 12. А как известно, я у нас, видите, должна уже скоро родить, поэтому на себя приотносить. С удовольствием отвечу на все вопросы с Татьяной вместе. Спасибо вам всем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.